Ограниченные возможности, но неограниченные способности. Дагестанские паратекфандисты ежегодно входят в число мировых лидеров. Трое спортсменов уже завоевали право представлять Россию на Паралимпийских играх в Токио. Серьезные коррективы в планы команды внесла пандемия, однако цели остаются прежними. Мы уже за короткое время, уже третий сбор проводим с сентября месяца. Сейчас команду опять в форму приводим, как то, что было в начале марта месяца. В марте месяца они были очень хорошей формы, потому что мы готовились к Паралимпийским играм. И они уже были все заряжены. Ну а здесь такая ситуация, что сейчас опять все по новой начинается. Единственная у нас проблема, конечно, из-за того, что все международные старты отменили. Непонятно, какой будет календарь. Вслед за Даниилом Сидоровым, Магомед Загиром и Салдибировым, и Зайнудином Атаевым еще одну путевку на игры в Токио постарается добыть Махачкалинка Марьям Салимгиреева. Сейчас 22-летняя спортсменка готовится к лицензионному турниру, который пройдет в конце января в Болгарии. Впереди сборы и финальная часть подготовки. Да, у меня в январе будет европейский турнир, который относится к Олимпиаде. Если я забою первое место, то, естественно, я попадаю на Олимпиаду. Вот у нас как раз помещается сбор в городе Нальчик в Кабардино-Болгарии. И вот у нас будет 18 дней сбора там. Успехи тэквондистов вдохновляют их младших товарищей по команде. Об этом говорили на отчествовании спортсменов школы имени Джафарова. В рамках реализации Минспортом Республики госпрограммы «Доступная среда» воспитанникам учреждения, занимающимся от пара тэквондо, а также членам сборной команды Дагестана, вручили спортивную экипировку. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.